Знаете, я как-то над этим вопросом не задумывался, потому что когда ты начинаешь говорить идеальный, говорить идеальное телевидение, идеальный канал, сразу какие-то возникают моральные аспекты, хочется какого-то возвышенного и я не знаю там небесным, чтобы все смотрели, но телевидение это такая, в хорошем смысле, клака, наверное, это такой информационный ресурс, куда сливаются все, и сливки, и отходы, и так далее, и тому подобное, но здесь надо понять, что не надо стремиться к идеалу, пускай оно будет таким, какой у него есть, у телевидения хорошая возможность, оно здесь и сейчас, оно говорит о том, что происходит сейчас в мире, без каких-то там истерий, без какой-то окраски той или иной там возвышенной, оно говорит просто, говорит факты, и это хорошо, поэтому и опять же от человека, пока человек не возьмет на себя обязанность выбирать из этого, не будет на кого-то это спихивать и говорить о том, это вот мы привыкли, это бабушки говорят, он туда не сел, это туда не пошел, а этот поступил плохо, а это прожив там жизнь свою, ну это их жизнь, это наша жизнь, вот делайте выводы, смотрите, пускай оно будет таким разным, страшным, веселым, смешным, скучным, грустным, но по крайней мере делайте за себя выбор, не давайте этому телевидению, я вот так говорю, идеальное телевидение зависит от его зрителя, на который не будет от него зависеть и от мнения телевидения зависеть, а будет делать какие-то свои вычисления, какие-то предположения и потом говорить, правда это для себя или неправда, возьмите на себя эту, а как бы выбирайте для себя идеальное телевидение, вот так я скажу, ну так вот.